ребята я снова к вам вышла скажите пожалуйста кто-нибудь записал мой сейчас эфир прямой который был все сохрани эфир сохрани эфир и вылетает интернет когда оставалось там 7 секунд 5 секунд и короче я не смогла его сохранить он не сохранился но я знаю же по любому кто-то из людей это я точно знаю записывал эфир на экран телефона многие так делают пожалуйста пожалуйста скиньте мне пожалуйста дело в том что в прошлом прямом эфире под конец столько информации было классно что я хочу сама переслушать и офигеть от кайфа ребята помогите мне пожалуйста найти буду засыпать с тобой ну я имею ввиду это себе пишу да не засыпай я чуть не заревела когда вылетел эфир но час прошел а вот то что его не сохранила это же конечно вообще но почему-то это хорошо что не сохранила но по-любому ну люди есть но я знаю что есть такие люди которые пишут экран о эфир минуту назад я сейчас включу я сейчас выйду на секундочку подождите я сейчас включу запись экрана мало ли что все короче я записываю экран чтобы если этот слетел пофиг у меня была запись чё раньше так сама не делаю не знаю я всегда забываю перед тем как выйти в прямой эфир сейчас почитала stories у оли офигела мне так взгрустнулась мне там написала девушка нелли почему я так ой нелли оля почему я так ненавижу нелли я ее даже добавила в черные списки она хамка и грубиянка я ее ненавижу боже мой людей вам столько всего дают но вы хотите видеть ну наделили персонажа микки мауса меня же до наделили вот всем злостным гнусным ну что в себе таскать тяжеловато вот наделили меня этим не хотят разглядеть ту красоту которую были на создали посмотрите какая я красивая классная где у меня агрессия действительно я тоже не вижу никакой агрессии но поматерюсь я иногда знаете что самое классное все мои гениальные посты все абсолютно нету ни одного поста который бы я просто села бы и написала ни одного предпосылка каждому посту каждой мысли она лежит в том что обращается ко мне человек доведет меня до белой ручки я на него нару ну смысле даже не нару спокойно ему скажу но при этом у меня все кипит и чё не понимаешь блин ну как ты это не понимаешь начинаю расписывать 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 все и рождается гениальный пост в переписке я выкладываю то есть все переписки они лежат пред посылками каждому посту это же блин так классно я всю свою злость там ненависть какую-то агрессию она во мне есть она есть в каждом но ее не может не быть это все часть нас но не может ее быть это часть целого вот но я ее направляю в русло созидания что блин посмотрите сколько клада здесь классного который можно использовать это же просто ключ это же силища такая вот ваши посты огонь не каждый так напишет но у каждого свой язык перевода мы всю информацию запаковываем жесты в мимику в слова в тексты и то есть мы пытаемся все передать взаимодействовать со своими же частями своего же собственного сознания вот переупаковываем эту информацию каждый по-своему и пакует раздает передает это классно вот и мне даже немножечко жаль себя стала потому что я сначала подумала как не жаль это тетеньку потому что блин она столько теряет в своей ненависти ко мне что она меня так ненавидит за то что я хамка она теряет столько но она же знает как нужно мне в себя вести она же знает как правильно то есть вся вот эта ее критика она закрывает ей вот шторки да и она не видит столько гениального что вокруг нее блин находится ты тебе дают ты бери вот но мне же с ума себя стало жалко значит я тоже короче много чего не принимая наверное еще не до конца наверно свою агрессию приняла буду дальше принять да пошла нафиг ну понятно пошла нафиг дело-то не в этом она же мое отражение она же часть моего сознания которое меня же саму себя отрицает блин каламур конечно но кто в теме поймет и я люблю приступы своей агрессии на самом деле я прям реально люблю прямо это честно говорю я люблю когда я агрессирую в этот момент у меня рождаются просто гениальные тексты я по-другому писать не умею ну вообще не умею внимание не обращать тоже не могу потому что я уже так себя натренировала что каждая песчинка каждый человек транслирует меня это чем я это все наделила вокруг и поэтому без внимания не могу оставить никого и ничего вот не заморачивайся да это понятно что не заморачивайся я сейчас заморочилась и поэтому объяснила вам такую мысль и каждый из этого какой-то инсайт получит блин это же классно до взять и обсудить вот это то что да я сама себя хаю через каких-то других людей ненавижу за что-то ненавижу за что-то себя вообще жесть свое хамство да я очень долго подавляла в себе хамство и была очень правильной правну такой правильный мне однажды в 23 года там ли 22 стукнула что я должна быть хорошей правильной и такое вот прям все мне вечно били по голове и ненавидели меня за то что это как хорошая потом тогда я то поняла почему блин меня бьют все по голове и говорят какая с не очень хорошая когда я всегда пыталась казаться хороший вещь казаться каждый человек пытается казаться вот я тоже пыталась казаться а потом такая думаю на хрен эти правила несколько лет всего назад каминengo пришло что почему я не могу делать то что я хочу ну почему почему я не могу позволить себе то что я хочу почему потому что кому-то будет рядом некомфортно почему меня должно заботить комфортно кому-то рядом или нет это же его проблема это же он так воспринимает а может быть то что я думала что ему будет не комфортно ему еще комфортнее станет ведь когда я была правильная хорошая всем также было некомфортно потому что у них свое сознание не считывают информацию пофиг как перед ним там лебезит человек или не лебезит гневается на него или нет как бы человек рядом с ним не вёл он будет ну как бы только свое собственное состояние считывать вот и поэтому смысла нету себе не позволять что-то потому что как бы ты себя не вёл хорошо или плохо рядом с вами человек будет ровно чувствовать столько сколько в данный момент он чувствует к себе понимаете то есть если я себя ненавижу то меня будут все бесить какие бы они там идеальные бы не были а если я себя люблю то все враги там я не знаю они будут все солнышками понимаете то есть это все зависит от собственного состояния вот эта тетка мне транслирует состояние вот не принять это что я не до конца еще принимаю то что блин или ты будь то с собой уже бесконечно как ты вот иногда у меня такое проскальзывает то что блин а чё это я вправду в прямом эфире материла сейчас youtube забанит короче видео с матами не пропускает может поменьше материться а потом такая так стоп а почему я должна контролировать свой поток вот но иногда мне посвящают такие мыслишки что блин надо быть хорошей всем понравится метода будет побольше подписчиков там стоп п что я опять и думала у меня такое бывает тоже мат этого сладо для моих ушей я это делаю всегда мы как раз сейчас прошлом эфире обсуждали про мат что ребенок там материться и все там переживала мама как полюбить себя да вот скажите а как мне любить себя прочитайте мой бесконечный нацитый пост в нацитой степени про любовь но очень много написано любовь это принимать в себе любые чувства разглядывать их с удовольствием не пытаться их там изменить не пытаться как-то повлиять на свои чувства просто наблюдать за своими чувствами глядеть на весь этот мир и видеть в нем себя потому что весь этот мир соткан из ваших собственных чувств и вы видите и чувствуете во всем мире все уплотненную эту форму всех предметов растений земли космоса все это ваши чувства собственные в уплотненной форме вы их видите как проект у себя вы проектор вовне ваши чувства уплотнилась в картинку в образ вы вы можете пощупать руками глазами ушами даже сердцем просто почувствовать чуйка какой-то даже не видя рядом объекта просто представь его закрытыми глазами вы уже знаете и чувствуете и щупайте себя таким образом как не любить себя божечки мой мы всегда себя любим просто мы не понимаем что это есть любовь любовь это то что позволять себе наблюдать за собой позволять себе наблюдать и не менять позволять себе наблюдать свои чувства видеть себя во всем то есть любовь как полюбить себя. Это процесс, это поток, это внимание к себе. Мне очень понравился ответ Оли. Блин, гениальный. В прошлом эфире задавали вопрос. Я у нее с пионерем. Она, это я. Пионерить можно. Мне спрашивали, как полюбить свое тело. Я там что-то отвечала, отвечала, блин, билиберда какая-то была. Я сейчас почитала четкий ответ Оли, когда ей задали вопрос-ответ такую же рубрику, как я, ведет. Как полюбить свое тело? Оля такая, знаете, что написала еще на фоне такого удивления, типа, блин, у вас одно тело, как его можно не любить? У вас больше другого ничего нет. Вы только этим телом можете чувствовать, блин, больше ничем. У вас ничего больше нет. Ну как его не любить? Одно единственное. Наблюдайте за ним. Наблюдать за своим телом, за его сигналами, за его чувствами, это и есть любовь к себе. Это и есть любовь к телу. Наблюдать, что транслирует тело. Вот и все. Блин, какая я красивенькая. Боже мой, мне так нравится этот фильтр. Так, ого, вопросов-то куча. Я их не заметила. Мне так хочется передать вот эту энергетику, которая из меня сейчас прет. Я прям так чувствую, что у меня текстуры не успевают подгружаться вокруг прям волнами такими. Я прям чувствую эти перепады, вибрации, флюидов в этом, в квартире. И думаю, что в прямом эфире вам сейчас тоже передам их. И почувствуйте сейчас в теле, вот замрите, да, и почувствуйте, что вы чувствуете, глядя на меня, что вы чувствуете, меня слушая, что вы чувствуете, когда вы слышите, распаковывая ту информацию, которая в вас сейчас падает, да, и вы такие, вау, нифига. Вот, что вы при этом чувствуете? Вот подумайте сейчас, напишите. А я пока почитаю. Нелли, я записала, но не весь, как переслать. Тамада, Ирма, давай мне, короче, куда угодно, в Телеграм, вот туда кидай, да, или на Яндекс.Диск, на Гугл.Диск куда-нибудь запиши к себе, по-любому есть, если почта, вот, то у тебя диск есть, и дай мне ссылочку. Давай как-нибудь спишемся, решим этот вопрос. Так. Я не вижу в тебе агрессии. Да я вообще не понимаю, блин, где вы её взяли. Мы можем рассмотреть только свои собственные чувства, глядя на других. А когда мы глядим на других, в них этого ничего нету, потому что чувство ваше в теле внутри. И это тётка, которая меня ненавидит, она ненавидит себя. Вот. И как бы мне даже жалко я стала чуть-чуть. А я испытываю к ней жалость, да? Значит, я сейчас к себе жалость испытываю. Блин, Нейль, ты чё? Чё такое чувство жалости? Когда хочется чём-то помочь. Короче, мне надо себе чем-то ещё помочь. Так, а чё я могу себе помочь? Это моя рефлексия. А нафига мне себе помогать? Мне и так хорошо. Всё. Трансформировала. У меня там уже куча мыслей такие прошли. Это я вам уже из конца книги рассказываю. У меня слишком быстро трансформации происходит. Я даже рассуждать не успела. Нелли, никого не слушайте, вы крутая. Очень классно кого-то слушать, чтобы познавать себя. Блин, вот я для этого слушаю. На самом деле, это, конечно, слушать, чтобы взять их информацию и её использовать. Я так не делаю. А слушать, что при этом чувствую, вот так я делаю. Как можно ненавидеть такого ангелочка? Спасибо. Класс. Да, я грубая и хамка. Вот прям мне сказали. Когда ругаюсь, чувствую любовь. Чувствую любовь, да. Смотрите, я когда ругаюсь, да, я же на самом деле-то не хочу обругать, какой он тварина. Когда в чате бывает такое, что с репут вопросами, ну просто одним и тем же, вот только объяснила опять. Я уже по-новому, по-третьему, по-десятому, по-пятому кругу. Ну человек не хочет, ну понимать. Ну я уже вижу, что ему не хочется понимать. Он просто спрашивает ради спросить. И чтобы ему разжевали, в рот положили, но в своей жизни он жить вообще не хочет. Ну вот дайте ему чужую жизнь и разложите по полочкам. Вот. Я уже на десятый раз, когда я это понимаю, начинаю уже на него орать. Ты типа, чё, блин, это как вампир, с меня сосёшь. А потом, ну это же я сама позволяю себя терроризировать-то. Вот. И ору-то я на него не с ненавистью, на самом-то деле, а чтобы до него дошло, достучаться, да, потому что многие там не понимают, не слышат, да, надо погромче звук. Не видят, надо ему маячить уже, прям махать перед глазами. То есть вот эта агрессия, это просто усиленное чувство любви, настолько мощное. Вот. Если вы попробуете почувствовать агрессию в теле, то вы почувствуете, что это просто вибрация. Оно нейтрально, оно просто в теле вибрация. Оргазм — это то же самое, собирается, и потом выплеск, да. Злость собирается, и потом выплеск. Смех собирается, выплеск. Радость — это такое чувство, собирается, и потом хорошо. На разные тональности, разные уплотнённые формы, что ли. Блин, если по нотам разложить с высокой до низкой, это одна и та же вибрация. Блин, это одно и то же чувство на самом деле. Ну, просто в усиленной форме любовь так посылаю. Ненависть, злость — это, блин, та же любовь, которую ещё хочется запихать. Что на, вот возьми, ну не берёшь, ну всё равно возьми. То есть на самом деле нет никакой агрессии. Люди, которые к вам испытывают агрессию, вы чувствуете, да, что на вас там орут или ещё что-то. Да они вам благо желают. Они хотят до вас достучаться. Ну вы так через них к себе хотите достучаться. Я уже по-разному говорю, уже объясняю через Микки Маусов, через себя. Что вы просто хотите достучаться, но уже обрати на себя внимание. И люди, которые вам пытаются настойчиво орать и советовать, как вам жить. Ну это же вы себе на самом деле говорите. То, что, блин, ну что-то так втемяшился в одно, во что-то, видишь одну сторону медали. Ну посмотри ещё с другой стороны. Ну ещё есть вот такая точка обзора. Но если ты посмотришь с моей точки обзора и потом со своей, ты по-любому там и новую третью найдёшь, и пятую, и десятую, и научишься менять, и гибкость у тебя проснётся. То есть мы негибкие. Вот у кого суставы болят, колени, там артриты, крутят пальцы, руки, ноги, там шея затекает. Это вот всё от вашей негибкости тело транслирует. Ну потому что вы смотрите только, ну узко в одну точку, вы начните каждое чувство смотреть по-разному. Блин, а почему я вот назначила это вот таким? А может быть вот так посмотрите, а вот так посмотрите. С разных точек обзора вы видите такую гибкость. И вы начнёте, блин, целый бриллиант наблюдать. Потому что правды на самом деле не существует. Правда — это всего лишь одна сторона медали или одна грань алмаза. Но целого вы не видите. Когда вы все правды примете, что каждая правда — это неправда, и правда она будет, если вы соберёте все правды вместе, разные послушаете, блин, вы увидите эту истину, что она одновременно имеет все правды, вы прикидите, одновременно. И каждая отдельно правда не является правдой. Каждая правда только в букете, в алмазе является правдой. А одна грань, блин, это ложь. Короче, вот так трансформировала. Правда-неправда. Круто. Да не нравится? Так. Наверное, ты на вопрос её не ответила, так как она хотела услышать. Ну, конечно же, отсюда и все проблемы. Я ей не дала то, что она хотела. Хотя я ей всё дала наверняка. Вот. Или она услышала, как кого-то я обижаю, другого. Ну, тот, кого я обижаю, по-любому уже в космос улетел. Он наверняка уже дзен познал и на одной волне со мной. Вот. Ну, где-то я тоже узко смотрю. Надо расширяться. Они же себя видят. Понятно. Но в моём мире-то её нет. В её мире. Понятно, на себя видим. В моём мире, в моём мировоззрении, в той правде, которую творю я, её нет. Ты меняешься. Раньше была агрессивнее в офисе. Сейчас очень интересно излагаешь. Может, мы вместе с тобой меняемся, тебя видим в другой. Аллочка. Только твоё внутреннее восприятие может меняться. Ты начинаешь распаковываться, расширяться, и видишь дальше, видишь больше. И ты меняешь своей точкой обзора мир. Понятно, я поменялась, потому что внутри тебя произошли изменения какие-то, да? Постепенно, постепенно. Мы сейчас все расширяемся и очень быстро меняемся. Весь наш мир настолько сейчас просто переходит. Блин, это такой сейчас переходный переход всей планеты, всего коллективного сознания. Мы сейчас так зверски меняемся быстро. Вот, естественно, мы все разные. Но именно ты, как Бог, в своей реальности видишь меня другой, потому что ты начинаешь сейчас становиться менее агрессивной. Вот так скажу. Так. Ты кладка. Какая ты молодец. Блин, так обожаю про себя читать. Какая я умничка через вас это себе говорю. Нет, нет, нет. Но разглядите все, что вы говорите мне, что вы это в себе сказали, что это вы такие, потому что вы в себе внутри это чувствуете. Вы видите все, что во мне, и чувствуете. Это все в вашем теле происходит. У вас внутри. Не у меня, а это у вас. Это вы такие умнички, классные, красивые. Меняетесь, трансформируетесь, растете, красивеете, нежнеете и так далее. Это все у вас происходит. Да пошла нафиг вынючка. Ой, могу. Классные комменты. Ты берешь через антенны. И так. Почитаю. Сейчас, подождите. У тебя подписчики как раз потому, что ты такая, какая ты есть. Конечно. У меня ровно... Те мои клеточки, моего сознания, которые готовы меняться, ближайшие, да, со мной. Вот. Отдаленные. Мне еще надо познавать, опознавать. Класс. Мат заземляет. Ну, это вы так наделили это слово, он там заземляет. А что такое заземляет вообще по-русски? Можете? Научите меня. Нелли, научи нас быть красивой. Ну, вот смотрите, вы красоту, когда разглядываете, в этот момент обратите внимание, что вы чувствуете. Ну, какие в теле происходят чувства. Вот я вижу красивую розу, но она настолько красивая, я чувствую, какая красивая роза. Но вы же чувствуете. А чувства, где в розе, это ваше собственное чувство. Вы создаете мир своими собственными чувствами. Это чувство красоты внутри вас. Это вы красивы. Когда вы начнете обращать на себя внимание, когда вы смотрите во внешний мир, ну, наши глаза туда, наружу, вот, вы почувствуете в себе эту красоту. И когда вы вот эту пустоту некрасивости в себе запомните красотой, если вы начнете видеть вовне эту красоту и заполнять ее внутри, то есть чувствовать это внутри и понимать, что это внутри себя чувствуете, а не где-то там снаружи, в эту пустоту внутри, которые не чувствовали этой красоты, вы заполните. Естественно, это будет проявляться наружу, и зеркало мира вам покажет, насколько вы красивы. Вы себя в зеркале будете видеть и восторгаться своей красотой. И люди вам будут говорить, какой вы красивый человек. Но только тогда, когда вы внутри почувствуете себя сами красивым. Как почувствовать? Я уже сказала, смотрите на красоту вовне, потому что красота она в глазах смотрящего. И просто в этот момент одновременно находитесь в себе, в своих собственных чувствах, понимая, что чувства внутри тела, а не за пределами его, не там, куда вы смотрите, а здесь. Тогда это вы почувствуете. Чувство изобилия то же самое. Плееный эфир не сохранился, я про изобилие так много рассказывала. А нет, дневной эфир про изобилие сохранился, я его уже на YouTube загрузила, завтра в 12 часов где-то я его опубликую, как прослось. Если киста в груди, это тоже что-то непринятое, что для вас грудь, какие у вас ассоциации с этим? Ну да, конечно, это всё подавленные чувства. Наше тело транслирует все эти чувства, которые мы подавляем. Оно нам сигналит, всё подавленное, любая боль — это подавленное чувство. Поэтому вам нужно посмотреть, чего же вам такого не хватает увидеть, как познать себя через это чувство. Ой, в прошлом эфире как раз говорила, надеюсь, тот кусочек, который скинут, там это будет. Если вы берёте, ну, вы хотите платье одеть, да? Верх платья вам нравится, а низ платья вы отрицаете, говорите, я низ платья одевать не буду. Ну, хрень вообще стрёмная, это зло вообще, некрасивое, это плохо, вот плохое оно. Низ вообще хрень. Я хочу его срочно изменить наверх, то есть верх нормальный, да, полочка, а низ платья нет. Вы его отрезали, то есть вы хотите видеть только чувство верха платья, а низ нет, вы отрезали. Платья нет, потому что платье без низа не может существовать. Точно так же ваши чувства. Злость и радость — две противоположности. Это одно платье, понимаете? Если вы хотите видеть в себе и чувствовать радость, пока вы не приняете злость, вы эту радость не почувствуете. Ну, не можете вы почувствовать единое целое, если вы половину этого целого задавили, подавили. У вас ни того, ни другого. У вас там брешь, пустота, чёрная дыра. У вас там чувство неполноценности, понимаете? И вот это платье, или башмарк, да не знаю, любое целое, оно не может существовать без отдельных граней. И пока вы не принимаете, боретесь с одним, вы не можете это платье носить. Вам, разглядывая вот это низ платья, вы тогда разглядите его и целиком, и вы увидите, что это целое. Когда вы позволяете себе любому чувству быть, когда вы за ним наблюдаете, вы Творец, вы Бог, и вы творите наблюдением. Наблюдением мы уплотняем наши чувства в плотную форму. Изобилие, наблюдая чувства изобилия, вы уплотняете изобилие вовне, которое у вас есть. Вы изобильны вовне. Вы и так изобильны, просто не хотите это видеть. И чувство у вас изобильности есть, вы его просто не разглядели. И изобильность вовне уже есть, вы её не разглядели. Но как только внутри это чувство разглядываете, и вовне вы сможете его быстренько разглядеть, оно каким-то образом материализуется в материю, понимаете? У вас будет то, что вы так ищете. Но это нужно целое разглядеть. У вас нет платья, потому что вы низ видеть не хотите. У вас кофта, нет платья. А вы хотите платья, но вы юбки не любите. У вас только кофта. Но вам нужно платье, понимаете? Я не знаю ещё, каким примером вам вот это разжевать. Как только вы наблюдением своим наблюдаете злость, вы начинаете видеть, как эта злость начинает меняться, трансформироваться. И вы начинаете видеть целое, что злость-то не злость, а злость-то это радость. А радость — это тоже злость. Как радость может быть злостью? Злорадство. Знаете, такое, со злом радоваться. А как может злость быть радостью? Но вот если вы это почувствуете, начнёте наблюдать. Это умом не объяснить, ну как чувства, зачем переводить их в шаблон, вот, тех чувств подгоняя под старый шаблон. Открывайте вот эти новые чувства, просто наблюдая, не оценивая умом, плохо это или хорошо. Когда вы начинаете включать свою оценку, вот, оно и делит на дуальность. А вы оценку свою не включаете, просто начните наблюдать. Вы можете одно чувство, ну, весь день наблюдать, пока оно не раскроется. Ну, неделю наблюдайте там всем чувством, ну, 30 дней наблюдайте 30 чувств. Но потом вы сможете чувства уже целого ловить за секунды. Это просто нужно натренировать. И пока вот это целое вы не начнёте наблюдать, вы противоположность тоже в себе не сможете испытывать. То есть как можно Любовь испытывать, если, блин, вы не позволяете ненавистью быть в вас тоже, которую вы отрицаете. И поэтому ненависть вам, ваше чувство ненависти, которое вы подавили в себе, но так же, как и Любовь, естественно, вы подавили в себе, хоть и вы её хотите, но вы её давите, как и противоположно. Ни того, ни того нет. Вы начинаете все персонажи внешние наделять Любовью. Там Любовь, там Любовь. В себе не вижу. Везде вижу, там нет. Злость одни злые люди. Везде злых людей вижу. В себе нет. Понятно, вы все эти чувства перекладываете на других. На других. Вы эти персонажи, они нейтральны, пустые, сосудики. Вы их все-все-все наделили, то, что вы не хотите в себе разглядывать. И это очень круто. Разглядеть себя через внешний мир. Ну, настолько гениально, просто я вообще не понимаю, как это можно не понимать. Не понимаю, как можно не понимать. Классно, как я это понимаю. Так. Что-то ещё хотела добавить именно к этой тиране. Ой, смотрю на себя. Такая классная, такая классная бренья. Классно, когда рассказываешь про себя, на примерах информация заходит. Да. Не говорите. Она очень заходит. Что плохого в мати? Заземляет, как кто-то сказал. Я очень неуверенная в себе. Так хочу поменять это чувство. Столько сил уходит. Вам нужно увидеть целое, что уверенность, уверенность — это неуверенность. А неуверенность — это уверенность. Как можно быть уверена в неуверенности? Вот вы уверены в своей неуверенности. Ну, уверены же, правильно? В неуверенности. Одновременно, да? Парадокс. Как это? А я не уверена в своей уверенности. И нахрена мне эта уверенность? Нафига мне в чём-то уверенность? Зачем? Я всегда разная, постоянно новая. Мне эта уверенность нафиг не нужна. Вот. Уверенность как созвучно с верой какой-то. Уверенность. У веры. Зачем мне во что-то верить? Я лучше буду каждый раз что-то познавать. Верить для того, чтобы потом найти какие-то факты, подтверждения. Зачем? Это я так рефлексирую сама собой. Большое спасибо за один из записей семинара про деньги. Сама пересматриваю, шлю знакомым. Пожалуйста, я старалась с Олечкой. Ничего не хотела делать. Думала, раз денег не зарабатываю, значит, ничем не занимаюсь. Действительно, нам в этой жизни вообще заняться нечем. Только деньги зарабатывать. Ну вообще заняться нечем. Займусь-ка я глоточком кофе. Ваше здоровье. Как ты всё сделала, красотка? Всех сделаем. Научи видеть себя во всём. Да вот же вам, рассказывай уже. В каждом эфире одно и то же. Спрашивайте про телепатию, себя видеть во всём. Я об этом и говорю, и говорю, и говорю. Ребята, услышьте, откройтесь этой информацией. Выключите, и я знаю. Вот я знаю. Эта информация уже везде есть. Уже все об этом говорят. Да понятно, что все об этом говорят. Информация только в вашей голове. Звуков во вне нет. В голове я сижу у вас, как просто неопознанная клеточка, через которую вы себя познаёте. И каждая песчинка в этом мире, она в вашей голове находится. И звуки только в вашей голове создаются. Ум придумывает. Когда вы распаковываете какую-то информацию, ещё раз повторю, ум придумывает картинку. Вы проектор. Проекция во вне киношки просто вам транслирует показ слайдов, которые распаковываются в вашей голове здесь и сейчас. Внешнего нету. Вы просто это наблюдаете. Вовне вам кажется, что я вам сейчас что-то говорю. На самом деле я вам ничего не говорю. Вы сами себе сейчас говорите. Но вашему уму нужно сделать киношку. Ну, блин, неинтересно пустоте говорить пустоту. Интересно в это поиграть. Ну, игра такая, понимаете. Создать киношку и рассматривать её. Это игра. Живите играючи. Живите, как в киношке. Создавайте любые киношки. Зачем вы смотрите эту бедность бесконечную? Какие-то страшные события какие-то себе придумываете. Зачем? Начните разглядывать себе любовь, красоту, вот эту радость. Блин, позвольте каждому чувству. А, про чувства хотел сказать. Хорошо, что вы меня направили. Но я читаю ваши комментарии про чувства. Были такие вопросы. Вот я позволяю себе злость и агрессию. Типа ты, Нелли, говори, принимай, позволяй. Это совершенно никак не влияет на то, что вы должны её выплёскивать и орать на всех, эту агрессию вовне транслировать. Нет. Агрессию внутри, молча, закрыв глазки, наблюдаем. Как только вы чувствуете эту агрессию, такие, блин, как классно, наконец-то я сейчас радость познаю. Пошёл в туалет, там в ванну, закрылся, всё, сейчас буду познавать свою агрессию. И начинайте за ней наблюдать. И охренеете, какую вы там радость и любовь отыщите. Её выплёскивать вовне не надо. Да, потому что зачем на Микки Маусах, которых вы нарисовали, блин, выплёскивать вашу агрессию? Ну они тут ни при чём, они просто пришли вызвать вас, эту агрессию. Вы их нарисовали, этих персонажей в своей голове, чтобы помочь себе вызвать подавленное чувство, чтобы оно вышло, чтобы вы его смогли обнаружить в себе и найти эту цельность. Мы себя собираем в целое, мы цельность, своё единство собираем. Для чего вообще тело создали? Чтобы через него чувствовать, для себя собирать. Мы боги, мы себя вспоминаем, как мы себя сотворили. Мы вспоминаем, как мы вообще всё это творим. Зачем мы в эту игру играем? Мы играем просто, чтобы играть и наслаждаться этим процессом, а не чтобы конечный результат. Вы все хотите конечный результат, машину, квартиру, и типа и всё, жизнь закончилась. Или буду новое желание желать. Да нифига, вы хотите играть в это, наслаждаться самим процессом. Вы можете в разные игры играть, но вы думаете, что только деньги от работы. Но вот только от машины я буду счастлив. И вот только заведу семью и рожу ребёнка, вот только тогда я буду счастлив и сделаю свою миссию. Да ни хрена. Нет. Задумайтесь про это. Чувствуй себя училкой. Мне не хватает указки. А я вот сейчас сижу, голову сижу. Чё, чё, чё? И думаю, да блин, я занята сама с собой, кайфово сижу, голову сижу. В голове сижу. Для меня величайшее чувство любви в бесконечности, в котором отключён мой мозг. Я прочувствовала, когда взяла за ручку мою двухлетнюю дочечку. Прочувствовала, когда взяла за ручку моей двухлетней девочки. Вы на каком языке пишите, как я? Надо ещё переводить. Дошло до меня. Нет никого предназначения. Ура! Ура, ура, ура. А я его искала, 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 искала. Теперь кайфую просто так. Татьяна. Кайф, расширяемся. О каком фильме говорили в предыдущем эфире? Я всё время его забываю. Потом такая мысль, смысл, вымысел, замысел. О, замысел! Я всегда ассоциативно вспоминаю. То есть, если я что-то не могу вспомнить или получить какой-то ответ, я всегда начинаю рассуждать, отключая мозг, начинаю ассоциациями играться, и тут же нахожу ответ. Даже тот, который я не знаю. Например, вам вопрос на засыпку. Кто знает, молчите. Кто не знает, пишите потом комментарии. Что раньше, курица или яйцо? Вот, и вы можете поиграть в ассоциации и отдать ответ. Вообще очень круто. Или через картинку. Опираясь на самую дебильную картинку, которую бы вы ни придумали, вы можете трансформировать этот вопрос в ответ. Только что хотела написать, что вы передаёте вашу энергетику, и вы сказали, о, классно. Всё, Марта, мы телепатически связаны. Класс. Радость, нежность. Во! Сейчас мы как раз дошли до того, что вы чувствуете, когда смотрите прямой эфир, распаковываете информацию. Вот радость почувствовали, нежность. Вот эта радость внутри вас находится. Сейчас вы радостны. Вы эту радость хотели получить раньше от денег, от мороженого, от еды, от секса, от машины, от горки, от карусельки и так далее. Сейчас вы можете испытывать радость от того, что вы себя опознаёте. Прикиньте, что вам ничего не нужно делать, чтобы себя опознавать. Но это-то за деньги не купить. Прикиньте, сколько радости сейчас можно для себя высвободить и получать её бесконечно, как один из способов получения радости, а не только за деньги покупать. Нежность испытывает. Вот мне пришло чувство радости. Классно. Нелли, объясни, пожалуйста, раздражение, ненавидность к мужчине, который ко мне очень хорошо относится. Что это может означать для меня? Эх, как раз-таки вот выше объяснила. Так, классно. Я предвидела ваш вопрос. Чувство ответа Иисусовны. Любовь, радость, расширение. Интерес, лёгкость. Вот у вас сейчас лёгкость, интерес распаковывается. Прикиньте, как классно расслабление, интерес, жизнелюбие. Прикиньте, люди, вы недавно такие, блин, мне всё плохо, всё плохо, у меня куча проблем, а сейчас классно, видите, сколько всего. Как только вы начинаете обращать на себя внимание и чувствовать, вы дарите Любовь к себе. Любовь к себе — это когда вы, блин, внимание к себе, вы не учите никого жить, не раздаёте советы. Когда вы кому-то что-то говорите, вы знаете, что вы говорите себе. Я уже настолько свой мозг протренировала, что когда я говорю в эфир, я знаю, что никого нет, я себе рассказываю, блин, я хереваю, мне от каждого слова мурашки вот так бегают, потому что я себе рефлексию делаю, и я кайфую от этого. Блин, а ещё обратную связь от своих клеток головного мозга получаю в виде надписи. Прикиньте, до чего мой мозг офигенно додумался, что создал в этой вселенной мобильные телефоны. Как тут можно не радоваться? Да только... Ну, короче, я себя чувствую ребёнком. Вот если перевести на язык, блин, а вот это что? А вот это что? А вот это что? Обычно мамочки такие, эээ, перестань, я уже тысячу раз тебе говорил, блин, классно, когда ты нифига не знаешь, ты такой, блин, нифига, телефон я создал, а я ещё блоковки умею писать. Это круто. Вот когда вы начнёте возбуждать в себе интерес, возбудить в себе ребёнка, вот эту лёгкость, интерес, боже мой, как же всё интересно. Вот этот интерес запускает ваш поток любви, вот этот поток, о котором мы говорили, быть в потоке. Что значит быть в потоке? А это интерес. Просто наблюдать, блин, а это что? А это что? А это что? А что сейчас будет? А что я сейчас в себе распакую? А что я сейчас узнаю? Блин, а как я сейчас порадуюсь? А какое чувство в себе сейчас новое открою? Вот это и есть поток. И вы, находясь в этом потоке, наблюдаете, как картинки, текстуры подгружаются. Такие раз «Феррари» к вашему дому подъехал, вам ключи такие «на, вот вам домик, вот вам, пожалуйста, мороженка». Вот любые мысли и желания, которые у вас возникают в потоке, они реализуются сразу же. Но этот поток нужно возбуждать в себе интересом. «Блин, как это сейчас произойдёт? А вот это что? Вот это что?» То есть когда вы в потоке обращаете на свои чувства, когда смотрите на мир, вот этот поток и есть то, что запускает, блин, реализацию всех ваших желаний. Чё хотите, короче? Божечки, я попыталась своими крявыми, инопланетянскими языками хоть как-то до вас донести. Надеюсь, просто телепатически, короче, там воздаёт. Пофиг, что я несу. Каждый услышит ровно то, что готов сейчас распаковать в себе. Даже то, что я не сказала, в вас распакуется. Это 100%. Каждый сейчас осознает, к чему у него лежит интерес. Думала, как это сказать. Короче, те пазлы расширения произойдут с каждым, у кого сейчас лежит интерес к этому. Тын-тын-тын. Вижу красоту, когда вижу тебя, улыбаюсь вместе с тобой. Каждый раз, когда смотрю тебя, думаю, что вот сейчас Нелли подберёт ко мне ключик, и я почувствую себя творцом. Боже мой, ты и так творец. Чё тут чувствовать? Наблюдай. Кто вы по гороскопу? Шаблончики пошли, да? Ну, я козерог. Мне надо всё по полочкам. Я не верю во всю эту эзотерику, в космос, в энергию, в чакры, в хрени всякие. Я ничего не верю. Я приземлённый человек. Абсолютно. Ну, я по-настоящему говорю. Мне нужны факты, подтверждения и так далее. И всё, о чём я говорю, подтвердила тысячу раз себе. Я без фактов никогда ничего не скажу. Но то и козерог. И по полочкам ещё разложу. Ещё заставлю каждого это прочувствовать. Блин, какой классный козерог. Когда ты отвечала на вопрос про ситуацию с сыном, было чувство, что ты знаешь и меня, и его. Ну, конечно, вы же часть меня. Я сейчас прочувствовала, если бы я была мамой, я была сыном. То есть когда... Короче, это телепатия. Идите ко мне на курс, охренеете. Опять минутка реклама была, секунда. Ладно, поехали. Чувствуешь и считываешь информацию. Да. Считывать информацию может каждый на самом деле. И это на самом деле легко и одновременно трудно. Всё, что самое гениальное, простое, это самое сложное для людей. Поверьте. А что верить? Вы так знаете. Тысячу раз подтверждали. Всё самое гениальное, простое. Если вы хотите спрятать то, что никогда никто не найдёт, положите на самое видное место. Наш ум так устроен, что мы привыкли, блин, всё разделять, похезать, и не видим все эти пазлы оценкой своей. Вот. Когда вы научитесь жить сердцем, перестать оценивать, очень много расширения произойдёт с вами. Познакомишься с тобой, начала чувствовать новое чувство, то ли пустоты, то ли наполненности, ничего не хочется, просто наблюдая. Анна, классно, идите ещё глубже. Пустота и наполненности, это одно и то же. Слушайте, а почти год эфиры стали другие, чем дальше, тем интереснее. Хочу пройти курс телепатии. Ждём. Я с радостью буду делиться на курсе со всеми, а потом те выпускники, которые выйдут с курса, будут охеревать от того, какие они хуяши. Просто офигенные, будут учить вас всех тоже вместе взятых, потом организовать свои курсы. И, короче, мы распространим, что люди скоро будут общаться телепатически. Давайте, короче, строить новые сети телепатических людей, которые будут распространять информацию и радость, и любовь, счастье. Просто подумав о том, ну вы сейчас это уже можете делать. Просто, ну не хватает подкрутить шестерёнки и пазлики некоторые сложить. Вот, но если они у вас сложатся, божечки, привет, классно будет. Ты это так доносишь дома, пусть спасибо скажет. Класс. Блин, при работе над собой нельзя употреблять алкоголь, это просто сумасшествие. Можно? Вопрос только на хрена? Кстати, в 4 утра вызвала такси, и он приехал. Я снимаю карантин потихоньку, походу. По Москве такси только так вылетают. А, ты же у нас в Казахстане, да, по-моему? Обожаю тебя. Да и спасибо. Блин, ты, короче, все мои ответы сказала. Да. Походу, общение с людьми нужно, чтобы нащупать новую грань себя. Конечно, зачем уходить в себя? Уходить в себя — это уход от себя. Шаг к себе — это шаг от себя. Остановитесь, вы уже в себе. Остановитесь, идти никуда не надо. Вы уже здесь и сейчас в себе, и чувствуете всё, что вам нужно чувствовать. И все люди, которые к вам попадаются, не надо от них бежать. Уходят, пускай уходят. Приходят, с радостью принимайте. Уходят, всё, они отжили и ту информацию, которую нужно было, вы уже получили. А те, кто новые приходят, внимайте их со всей внимательностью, со всеми почестями. Вот. Но если от вас ушёл муж, ребёнок, мама, умерли, развелись, пофиг, просто эти клетки, пазлы уже вами изучены, опознаны, и как бы вам нужно дальше расширяться, двигаться. Ничего в этом нету такого страшного, плохого и прям безумно ужасного. Нет. Успокойтесь, люди, будьте спокойны. Хотя, спокойствие и беспокойство — это одно и то же. Ой, я спокойна в своём беспокойстве. Так, Нелли, привет. Волосы выпадают. Как посмотреть это с другой стороны? Где я не гибко и где я выпадаю? Слушайте, это третий уже вопрос, уже за второй эфир про волосы. Я хотела другой девушке об этом сказать, но потом посмотрела, что это за девушка, и перехотела ей это говорить. Она бегает. Может быть, на её примере вы поймёте. Она бегает от одного там гуру. Этим гуру назвала, этого гуру назвала, этого гуру назвала, этого гуру. И у каждого пытается, ну, блин, там информацию, там технику, там, короче. Бегает туда-сюда, короче, каждому подлизывается, но настолько капец бесяче, что вообще аж хочется. Вот. Это я тоже так где-то делаю, наверное. Ну, пофиг. Короче, ей уже тысячу раз было сказано то, что, блин, девушка, у тебя всё это есть. Наслаждайся. Хорей искать того, чего нет. профессора лысеют от того, что они бесконечно ищут эту информацию. И она внутри уже настолько спочковалась, там, забита просто этой информацией, кучу девать некуда. Ну, бери, используй. Но нет, я ещё сейчас чуть-чуть узнаю, и тогда волосы, вот когда я кручу волосы, да, сейчас всё подряд, короче, намешаю, мне все говорят, Нелли, это же твоя антенна, ты покрутила, у тебя сразу осознание, да, антенны, я хаваю информацию через волосы. Да, пускай это странно не звучит, но так. Просто уже лысеете, чтобы эту информацию не хавать, потому что она внутри уже вот просто спрессовалась комом, да, и учёные все настолько умные, блин, ну, дураки. Потому что эту информацию бесконечную уже хотят, блин, получить, 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 но толку от неё, ну, не используют её, эту информацию. Мы на самом деле... Сейчас скажу. То, что я сейчас говорила, ещё раз облеку в одно предложение. Мы требуем не информацию, мы не информацию хотим, мы чувства считываем. Нам информация зашифрованная в слова, в тексты не нужна. Короче, все вот эти вот книги, учебники, которые мы заучиваем в школе, в университетах, фильмы, там всё-всё-всё. Нам не нужно заучивание этих текстов, они нам не нужны. Нам нужны чувства, которые мы воспринимаем, читая, читая и слушая, мы строим в ГЛИ определённые образы. Эти образы нам дают чувства. Мы распаковываем себя через это. А тонны заученных вот этих фраз, они нам не нужны. Вот. Мы полысеем от этого очень быстро. Эта девушка как раз-таки, что я про неё-то начала говорить? Она пришла ко мне, говорит, да, ты всё, там, права, Нелли, вот это не нужно, вот это не нужно, вот всё, я, короче, черпаю информацию из себя, я источник и так далее. Тут же вижу её пост, она читает мантру, она читает молитву, короче, заученные фразы, тексты, вот это вот то, что нужно, блин, читать, вот это вот я вот типа начитаю сейчас, вот этой молитвы, типа вот у меня, Боженька, благодать придёт, понимаете? То есть она из крайности в крайности идёт там, блин, я не знаю, как это объяснить просто, не пойму. Но с волосами, надеюсь, всё вы поймёте. Но выпадает от того, что, короче, перестаньте черпать эти заученные тексты, но они не нужны вам. Мы берём всё, что можем взять. Вы даже послушали эфир и ни хрена не поняли, но в вас отложилось то чувство, которое вам нужно здесь и сейчас, и другого вам не надо. Не надо сидеть, конспектировать, ну можете законспектировать, у вас это чувство вызывает, ну вам нравится, это делать, да, вы ещё там ворк-чувств получаете, получаете, конспектируете, но не нужно это конспектировать, чтобы просто запомнить. Вот для этого это не делайте. Делайте это только, если вам, ну по кайфу, это просто по радости. А сидеть, как загрузочный диск на флешку загружать, вот эту всю херню внешнюю, ну и как бы не надо. Антенны отваливаются, чтобы поменьше черпать, это все, и не лысели, как учёный. Ой, а кто у нас ещё лысеет, помимо учёных? Мудрецы. Да? Мудрецы. Приведи пример, как на одно чувство смотреть с разных сторон. Привела. Услышала, для чего я хочу остаться без денег, для того, чтобы видеть не двумя глазами, а всеми частичками себя, и всё прилить жизни. Круто. Очень классное сознание. Восхищение чувство, когда смотрю на розу. Вы с собой сейчас восхищаетесь. Я с тобой проходила движение сердца, ничего не почувствовала, потом думала много, почему, начала проектировать, очень хороший результат, и сейчас решаю свои вопросы по здоровью. Супер. Классно. Начали за упокой, а потом вышли в радость. Прикольно. Подавила все чувства любви и нежности. Как это раскрыть? Начните наблюдать. Вы же видите в других нежности. Но когда вы видите в других нежности, если на себя обратить внимание, то почувствуйте то, что оно в вашем теле. Когда я щупаю стенку? Чё вы думаете? Я стенку щупаю? Я вижу стенку? Нет, оно в теле моё вызывает чувства. Если я в ребёнке нежность чувствую, то я что, ребёнка что ли чувствую? Я нежность в ребёнке чувствую? Это ребёнок нежный? Или это моё чувство внутри меня? Ну начните разглядывать внешний мир. Если вы уже знаете, что такое нежность, она уже в вас есть. Если вы хоть раз её чувствовали, она уже в вас есть. Если вы хоть раз чувствовали любовь, она уже в вас есть. А если вы не чувствовали, то только просто понаблюдайте за собой. Это и есть любовь. Но вы хоть раз наблюдали за собой? Если да, то она есть у вас. Вы всегда ищете то, что у вас есть, и поэтому не можете это найти. Пока вы ищете, стоп, если вы себя закопали, перестаньте копать. Я раньше думала, что это за фразочка такая классная. А это вот как раз про это же. Мы никогда не найдём того, чего нет. Там, оно всегда внутри нас есть. Пока мы ищем, значит, мы себе даём умом сигнал о том, что, блин, раз ты ищешь, значит, у тебя этого нет. И вы всё время подтверждаете себе самоподтверждающейся правдой, что этого нет. Хотя это есть. Перестаньте искать, и вы сразу это в себе найдёте. Блин, парадокс. Но это так. У меня нет любви. Ум такой согласен. Если нет, значит, желание исполнено не будет. Или я ищу своё предназначение. Желание исполнено. Нету его. Ищи. Но во вне ничего нету. А если ты в себе начнёшь искать, то ты уже знаешь, что раз ты его ищешь в себе, значит, оно есть. Либо ты не там ищешь. А где ещё искать, если не в себе, потому что больше тебя не существует ничего в этом мире. Поэтому есть в тебе всё. Перестаньте искать. Начните чувствовать. Наш ум нас всё время уводит. Почему он это делает? говорила в прошлых эфирах. Блин, классно. Ум просто, ну, руководил нами. Сейчас перестройка идёт. Сейчас он будет переводить. Мы его наделили просто, ну, этим руководителем. Дали ему такую должность, и типа он всё знает. Да. Ум-то, конечно, точно всё знает. Но ум — это просто интерфейс, вот как Windows, переводчик. Переводить чувства, переводить в образы, переводить в картинки, чтобы вы киношку наблюдали. Это ум, это фильтр вашего кино. Вы — лампочка, которая светит. На лампочку одеть абажур. Абажур будет там зелёного цвета. Вы будете видеть вовне зелёный свет, да. Ну, свет будет зелёным. Оденьте красный абажур, свет будет красным. Вырежьте на абажуре фигурки, и вы увидите на проекции вовне эти фигурки. Ум — это просто ваш фильтр, понимаете, через который вы киношку смотрите. Зачем вы его наделили, блин, что он всё знает? Он вообще ничего не знает. Ну, вообще ничего не знает. А вы всё знаете. Но когда вы позволяете себе не знать, а интересно, блин, а как по-другому может быть, перед вами открываются все варианты событий, возможных и невозможных. И вы можете в любом событии побывать. Причём вы одновременно и проживаете все эти события, как ни парадоксально. Но чувствуете ровно то, что сейчас заточено в вашем уме. Вот какой образ подкидывает, то вы и видите. Можно трансформировать ум через шаблоны мышления, чем мы занимаемся на курсах. Можем через чувства. Это ещё левел выше. Многим не добраться до чувств, пока хотя бы критическую массу этих шаблонов мышления своих не потрансформирует. Кому-то не нужно трансформировать его сознание достаточно расширенно, и он уже готов согласиться, что я ни хрена не знаю, чего туда опираться, начну чувствовать. Кому-то и так невозможно, тогда ему нужны точки обзора. Очень много разных вариантов, как можно вот эту материальную действительность менять. А если использовать ещё всё это вместе, дух тела и ум, трио, чувства, чувства через тело, чувствовать свой внутренний «я» и ещё и ум, который, блин, будет показывать и переводить вообще комбо просто. Так. Любая боль — это подавленное чувство. Да, это наш сигнал тела, это наша самая здоровая система в организме. Наши глаза видят, а наше тело нам сигналит через боль. То есть это его функция сигналит нам через боль, там, где мы себя убиваем, там, где мы не хотим себя рассматривать, там, где не хотим расширяться, там, где не хотим расти. То, что нам мешает, а мы очень сильно хотим. Вот боль нам просто показывает. Боль — это не боль, боль — это сигнал. Так. Любовь... А, любая боль — это подавленное чувство. Мой друг — моё продолжение. У него рак. Это у вас рак. Друг здоров. Вы наделили его всеми теми чувствами, которые в себе подавили, поэтому он вам её и транслирует так. Короче, перестаньте убивать вашего друга. Сейчас у него и ремиссия. Значит, это что-то моё какое-то подавленное чувство. Конечно, там не одно чувство, а там букеты. Там, может быть, сотни этих чувств, которых вы подавили. Наверное, уже так зашкалило всё, да? Ну, что это такое вообще на самом деле-то? Рак. Это когда вы хотите навязать... Про рак очень много, кстати, у меня статей, видео было, где вы хотите навязать своё мировоззрение всем, что это единственное правильное. И сами не гибкие, и другим не даёте жить. Вы знаете, как надо жить себе. Так, всё. У меня эфир заканчивается, надо его записать. Что для тебя изобилие проходили уже. Так. Не знаю, выйти, не выйти. Блин, тут вопросов на миллиард ещё лет озвучивания. А что-нибудь по делу есть? Нет, это вообще по делу ничего. Мы делишками не занимаемся. Мы хернёй занимаемся. Делишки мы не любим. Вот. У меня все мои эфиры на YouTube в записи. Всё есть. Заходите в шапку профиля, и там, короче, ссылка на YouTube-канал. Все, кто смотрит меня на YouTube, поставьте лайк, напишите ваши вопросы для того, чтобы я их почитала, и можно было ещё эфирчики поделать с них. Вот. И плюс это будет моя мотивация хоть что-то для вас записать. А то я смотрю, что там, ну, короче, мало просмотров или комментариев. Походу, не интересно. То есть вести этот YouTube, не вести, напишите. И если вам интересно, на звоночек нажмите, чтобы сохранить и вам уведомления приходили. Короче, подписывайтесь. Так, а те, кому нужны делишки по делу, так, это не ко мне, это к прокурору, пожалуйста. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова